Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я для вас подготовила сегодня инструкцию для летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние 2022 года наступит 21 июня в 12 часов 14 минут по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет ее наибольшего склонения и наступит астрологическое лето. Наступит самый долгий день в году. Один из четырех важных праздников годового колеса и ключевая точка в отсчете годового цикла. Один из самых энергетически сильных дней в году. Наши предки использовали силу Солнца и вселенских энергий с целью изменить судьбу. Совершить переход на новый уровень. Поэтому 20, 21 и 22 июня особенно внимательно следите за своими эмоциями. Воздерживайтесь от конфликтов. Наполняйтесь энергией природы, проводя время на природе, у водоема. Закладывайте семена своей будущей счастливой жизни. В эти дни силы получится все то, что вы давно планировали, пробовали, но почему-то не удавалось. Вне солнцестояния можно проводить любые ритуалы. Они будут обладать огромной силой. Чтобы практики сработали и мощная энергия наполнила вашу жизнь, начните с энергоочистки. Очищение дома. За несколько дней до наступления солнцестояния обязательно наведите порядок в доме. Избавьтесь от всего лишнего и давно изжившего себя. Старые, ненужные, испорченные вещи выбрасывайте. С благодарностью. Насыпьте соль в каждый угол вашего дома на фольгу, чтобы было удобнее убирать. Руками соль потом трогать категорически запрещается. И попросите соль забрать всю скопившуюся негативную энергию из вашего дома. Будет прекрасно, если вы сможете оставить соль на сутки. После этого соль собираем и выносим далеко от дома. Затем следует вымыть пол. Можете зажечь благовоние или прозвонить дом колокольчиками или поющей чашей. Обязательно откройте окна и впустите свежую энергию. Очищение мыслей. Возьмите лист бумаги и выпишите на него все ваши негативные воспоминания, все обиды, все ситуации, которые вас расстраивали и остались в вашей памяти. Постарайтесь простить обидчика, постарайтесь простить себя. Лист сожгите, а пепел смойте водой. Очищение тела. После того, как вы очистили пространство и мысли, нужно очистить свое тело. В ванную или душевую кабину на пол следует высыпать 2 или 3 килограмма соли. Встать на нее ступнями и попросить соль забрать весь негатив. Стоять на соли необходимо 5 минут. Или же вы можете ориентироваться на свои чувства и вы сами почувствуете, когда достаточно. Стоя на соли, представляете, как от вашей макушки, от каждого кончика ваших волос начинает скатываться клубок в клубок вся скопившаяся негативная энергия. Она проходит по вашему телу, заходя в каждый уголок, собирая все, что вам не нужно. Весь негатив, болезни, обиды, проблемы, финансовые трудности, освобождая пространство, высвобождая энергию, и спускается к стопам, и через них выходит в соль. В соль необходимо поблагодарить и смыть, а вам принять душ и помыть волосы. В дни сон состояния можно выполнять любые известные вам практики. Визуализировать, медитировать, писать списки желаний, 10 целей. И обязательно поблагодарите Вселенную за то, что у вас уже есть. Благодарность – великий множитель. И еще одна практика для вашего дома – ритуал с лавром. В день сон состояния возьмите 4 листа лавры и положите под коврик у входа в дом. Расположите их так, чтобы основания листов были направлены друг к другу и собраны в одну точку. А кончики листов смотрели на 4 стороны света. Попросите лавр принести успех и удачу в ваш дом. Заменить можно будет в день осеннего равноденствия. Я желаю вам счастья! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!